Фанаты волейбола, всем привет! Календарь Пари Суперлиги не дает отдохнуть не только командам, но и мне. Сегодня поговорим о пятом туре, который прошел 15 ноября. Вам же нравятся обзоры? Тогда не поленитесь поставить лайк этому видео, подпишитесь на канал, ведь все еще почти 83% зрителей смотрят без подписки. А в комментариях напишите, какая команда по результатам предварительного этапа окажется на первом месте. Также в телеграм заглянуть не забудьте, там перед каждым туром я выкладываю свой прогноз. Ну а все прямые трансляции и записи матчей вы можете посмотреть на официальном сайте Всероссийской Федерации Волейбола. Стандартную мантру проговорил, приятного просмотра! Начнем в Новосибирске, где местный локомотив принимал шахтер из Солигорска. Лока доказал статус фаворита в этом матче, но далось это команде Пламена Константинова очень непросто. Каждый из трех сетов проходил в равной борьбе. Победу в первом сете принес Мартин Атанасов атакой на тройном блоке 25-22. Второй железнодорожники забрали после съема Лызика и эйса все того же Атанасова 25-23. Кстати, это первый эйс болгарина в чемпионате. В третьем сете на первый план вышел Илья Казаченков. Именно его серия подач позволила Лока заработать решающее преимущество. Кстати, именно он и стал самым результативным игроком матча, заработав 23 очка. 25-20, 3-0, победа хозяев. Статистику матча и мой прогноз вы можете видеть на экранах. Теперь заезжаем в соседний сибирский город Кемерово, где Кузбасс встречался с сургутским Газпром Югра. Кемеровчане сразу завладели инициативой на старте матча. К середине партии гости стали нащупывать свою игру. После эйса Василия Тарасенко разрыв свелся к одному мячу. Но результативная игра на блоке Инала Тавасиева позволила кемеровчанам комфортно довести партию до победы. 25-21. Также ярко Кузбасс начал второй сет, но Газпром Югра всегда была где-то рядом. В диагонали разыгрался Никита Алексеев, а после блокаута Ивана Каратаева сургутяне впервые повели. Немного расстроилась игра в атаке у хозяев. Кемеровчане перестали попадать в площадку, позволяя сопернику держаться впереди. Партию взяли те, кто меньше ошибался в ключевых моментах. На этот раз это были гости. 23-25. В третьем сете на подачах Инала Тавасиева Кузбасс завладел преимуществом и очень аккуратно оберегал его до конца партии. 25-20. До середины четвертого сета ни одна из команд не могла вырваться вперед. Удалось это сделать хозяевам благодаря блоку и качественной реализации атак. Матчбол в центре сетки добыл Инал Тавасиев. А после сам же завершил матч. 25-22. 3-1. Победа Кузбасса. Статистика и мой прогноз у вас на экранах. Самым результативным игроком встречи стал Роман Пакшин с 18 очками. Прибываем в Новый Уренгой, где факел принимал Югру Саматлор. Матч начался в равной борьбе, но Вышников дважды подряд задействовал первый темп Дикарева и вот уже факел впереди. Однако вортовчане усилиями Радченко и Аксютина в атаке не отпускали соперника дальше, чем на два очка, а после ошибки Морозова счет и вовсе сравнялся. Серия ошибок у ямальцев продолжилась, а блок на Динейкины вывел Югру Саматлор вперед. Отыграв два сетбола, хозяева площадки вернулись в игру, но касание сетки игроков факела оборвало эту погоню. 22-25. Следующая партия прошла отрезками. Очки серийно набирала то одна, то другая команда. Эйс Кострова вывел Югру Саматлор вперед, но удержать преимущество не получилось. Надежная игра в защите и атаки Бабкевича обеспечили факелу брейковые очки. Игроки Саматлора начали ошибаться и своего в этом сете факел уже не отдал. 25-19. В начале третьего сета преимуществом завладели гости, но факел достаточно быстро сравнял счет, а ближе к концовке заработал трехочковое преимущество. Ковальчук, вышедший на замену, остановил блоком Аксютина и принес своей команде победу в сете. 25-22. Уже на старте четвертой партии факел завладел преимуществом. У егорцев ничего не получалось противопоставить хозяевам и ямальцы уверенно довели сет до победы. 25-21. 3-1 победа факела, 24 очка на счету Владислава Бабкевича. Статистика матча и мой прогноз на ваших экранах. Отправляемся в Уфу, где Урал встречался с красноярским Енисеем. Уфимцы продемонстрировали эффектное начало партии. Холодным душем для гостей стали 5-0 на табло. Красноярцы сумели вернуться в игру и даже ближе к концовке максимально смогли сократить отставание. Но атака Евгения Рыбакова и блок Гуцалюка принесли Уфимцам победу в партии 25-22. В начале второго сета команды обменивались ошибками на подаче, но результативная атака Мурашка в доигровке позволила гостям повезти. Разыгрались и остальные нападающие Енисея, раз за разом забивавшие тяжелые доигровочные мячи. Классный блок Максима Крескина Уру Шуковачевичу и атака Мурашка ставят точку в этой партии 16-25. Третья партия прошла в равной борьбе. В не лучший свой матч проводил олимпийский чемпион Александр Будько, поэтому с начала сета вместо него появился Ушков. К концовке Енисей подошел с небольшим преимуществом, а три решающих очка были набраны на подачу Мурашка 20-25. Начало четвертого сета осталось за Енисеем. Уфимцы не успевали за Мурашка, который раз за разом забивал мячи. Урал догнал соперника и сет затянулся. На балансе увереннее и чище сыграли волейболисты из Красноярска. 34-36. Гостевая победа Енисея 3-1. Сербский доигровщик Урош Ковачевич из уфимской команды набрал 28 очков. Мой прогноз из телеграм-канала и остальная статистика матча у вас на экранах. Приземляемся в Сосновом Бару, где Динамо из Ленинградской области встречалась с Новокуйбышевской новой. Гости на старте матча смотрелись лучше Динамо и на подачах Литвинова первыми смогли заработать очковое преимущество. Ответ на рывок хозяева сделали на подаче Тодора Скримова. Но грязная игра во всех остальных элементах не позволила атомным парням бороться за победу в этом сете. 22-25. Ну а дальше, к сожалению для болельщиков Новы, на площадке осталась одна команда. Атомные парни наладили подачу, прием и классно реализовывали доигровочные мячи. 25-19, 25-16, 25-14 соответственно. 3-1. Важная домашняя победа Сосновоборцев. 20 очков набрал Марко Илович. Мой прогноз и остальная статистика матча на экранах ваших устройств. Приезжаем в Нижний Новгород, где местная АСК встречался с нефтянником из Оренбурга. Обе команды на момент встречи имели всего по одной победе в активе. Стартовый игровой отрезок сразу показал, что гости приехали с серьезным настроем. Подача нефтянника летела как из пушки. Принимающие нижегородцев испытывали серьезные проблемы с приемом, показав всего 12% позитивного. Но на удивление это никак не сказалось на реализации атака СК. Нападающие хозяев раз за разом пробивали защиту Оренбурга. Именно это и стало ключевым в первой партии. Нижний Новгород победил 25-21 и повел в матче. Во втором сете игра Оренбурга в нападении совсем разладилась. Этим элементом гости набрали всего 8 очков за сет. И даже выход Егора Сиденко на площадку картину изменить никак не смог. 25-17 уверенная победа АСК во второй партии подряд. Третий игровой отрезок стал самым продолжительным в матче. Гости подтянули свою атаку и на протяжении всей партии не отпускали соперника далеко по счету. Нагнать нижегородцев гостям удалось ближе к финалу. Уступая 19-21, сначала результативным одиночным блоком отметился капитан нефтяника Дмитрий Макаренко, а затем ошибку в нападении допустил диагональный АСК Денис Антонов. Сербский связующий Нижнего Новгорода Игорь Иванович скидкой вывел свою команду вперед. В следующем розыгрыше в доигровке был точен доигровщик Антон Карпухов. И в финальном розыгрыше блоком АСК закрывает атаку доигровщика Ильи Сподобца. 25-22, 3-0, вторая подряд победа АСК в рамках Пари Суперлиги. 21 очко набрал Денис Антонов. Ну а где прогноз и статистика, знаете сами. Ну а мы в Питере, где Зенит планировал навязать борьбу московскому Динамо. Правда, сделать это в текущих реалиях было достаточно тяжело. Из-за травм и болезней целого ряда игроков, хозяева вышли на площадку в расстановке с двумя связующими. Игорем Кобзарем и Дмитрием Ковалевым. А также номинальным диагональным Павлом Железняковым на позиции доигровщика. В первом сете у Динамовцев сбоит подача. А вот Ковалев отмечается серией из трех эйсов подряд. Белоголубые отыгрывают отставание, а затем и выходят вперед, благодаря классной игре на блоке. Команда Константина Брянского в концовке имеет брейковое очко преимущества. И на втором сетболе партия заканчивается ошибкой на подаче Железнякова. 25-23. Во второй партии Динамовцы превосходят соперника во всех компонентах игры. Еще до середины сета его исход не вызывает сомнений. Брянский проводит ротацию состава, выпуская на площадку доигровщика Ярослава Подлесных вместо Антона Семышева и блокирующего Максима Белогорцева вместо Дмитрия Жука. Именно Белогорцев и завершает партию атака первым темпом. 25-17. Ротация продолжается и в третьей партии. Так на площадке появляется диагональный Романос Шкулявичус, Семышев меняет Дениса Богдана, а Жук – Илью Власова. Динамовцы допускают много невынужденных ошибок. Продолжаются проблемы на подаче. Петербуржцы же цепляются в защите и реализуют возможности в атаке. Как итог, 25-21 в пользу хозяев. На четвертый сет у Динамовцев вновь выходят Богдан и Власов. А при счете 10-12 Брянский возвращает на площадку Соколова. Каждый розыгрыш партии полон борьбы и драматизма. В равной концовке Динамовцы получают 2 сетбола благодаря атаке Соколова и Блоку Власова. Железняков атакует Ваут и партия, а вместе с ней матч завершаются 25-22. 3-1 гостевая победа Динамо. Самым результативным игроком матча стал Антон Семышев – 16 очков. Также стоит отметить 13 очков Дмитрия Ковалева с 50% эффективностью в атаке. Ну и последняя остановка на сегодня – Тула, где проходила классика отечественного волейбола. Так пресс-службы самых медийных клубов Пари Суперлиги решили именовать противостояние Белогория и Казанского Зенита. Зенит Казань начал по-хозяйски, как и положено чемпиону и фавориту встречи. У гостей получалось практически все – от защиты до результативных атак. Каждая ошибка или не забитый львами мяч только увеличивали преимущество Зенита. Без проблем казанцы оформили победу в сете – 18-25. Хорошо Зенит Казань начал и следующую партию – 6-10 после переходящего мяча Волкова. Но дальше попал в блок Михайлов. Шикарный эйс оформил Джан, а блок Айхадждади сделал счет равным. И хотя казанцы снова сделали отрыв и продолжали лидировать, атмосфера на площадке начала меняться. Хозяева прибавили в защите, прибавили в атаке в центре сетки с выходом за Болотникова и не отпускали в отрыв соперника. Эйс Тетюхина вывел вперед Белогорье, а далее пошла война нервов с переходами сетболов, которая закончилась только при счете 34-32. Червяков дважды не дал забить Вольвичу, а Джан сравнял счет в матче. До этого Белогорю не везло в таких концовках, и этот успех не мог не сказаться на настроении команды. Львы начали тащить в защите, прибавили на подаче с появлением под Рябинкина, а Зенит Казань в какой-то степени загрустил. Хозяева начали прихватывать блоком доигровщиков и центральных Казани. Алексей Вербов пытался что-то сделать с напарником Волкова, но ни Дыру, ни Сурмачевский не улучшили игру. Падал процент у Волкова и Михайлова. Команды не раз взрывали трибуны эффектными действиями, но сет неуклонно катился к выигрышу Белогорья. Белгородцы выдержали давление казанской подачей, поднимали невероятные мячи в защите и довели сет до победы 25-21. Столкнувшись с таким же давлением в четвертой партии, лидеры Казани занервничали, начали чаще ошибаться. Хозяева поймали кураж, особенно Брагин. Порошин грамотно распределял передачи, и Тетюхин, и Джан, и вернувшиеся на площадку Аль-Хадждади, приближали Белогорья к победе. У гостей немного заигрывался Кристенсен, а Волкову и Михайлову далеко не всегда удавалось добить до пола из-за фантастической игры в защите. Точку в сете и в матче поставил Заболотников, 25-21. Сенсационная победа Львов, 3-1. Александр Волков в двух матчах из трех сумел обыграть своего бывшего тренера и партнера по команде Алексея Вербова. Кстати, это единственный матч, в котором я не угадал победителя. Статистика на ваших экранах. Вот таким получился пятый тур Российской Пари Суперлиги. Чемпионат набрал какую-то сумасшедшую скорость, ни команды, ни ваш покорный слуга просто не успевают отдыхать. Поэтому максимально поддержите мои старания. Я на вас надеюсь. Турнирная таблица чемпионата и расписание следующего тура на ваших экранах. Огромное спасибо каждому за просмотр. Про подписку, лайк и комментарий не забывайте. Ну и залетайте в телеграм. С удовольствием обсудим вместе прогнозы на шестой тур. Ну а с вами был фанат волейбола. До скорой встречи.